Ереванская крепость Сегодня это полотно неоспоримый факт исторической принадлежности этой территории не армянам, а мусульманам, предкам азербайджанцев В 1504 году глава азербайджанской династии сефевидов Шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу Хану построить крепость на скалистом берегу реки Заньги Тогда никто не ведал, что через 400 лет здесь на исконно азербайджанских землях обоснуются армяне, разрушат крепость, а Заньги назовут Разданом Крепость была возведена за 7 лет и названа в честь Ревангулу Хана, Реван, а позже и Реван Там было 8 мечетей, 800 домов В них жили только представители титульной нации, азербайджанцы, а армяне ютились на окраине крепости И ходили туда лишь нападенные работы Реванская крепость была сердцем Реванского ханства и символом его мощи В течение 23 лет Российская империя не могла взять эту крепость В 1804 году она была осаждена царским генералом Тициановым Но правители Реванского ханства Мухаммед хан при поддержке Нахичеванского правителя Келбали хана добились невозможного Они заставили Тицианова снять осаду и отступить В 1808 году 8000-я царская армия под командованием генерал-фельдмаршала Гудовича вновь напала на Реванскую крепость Правители Ревана Гусенгулулхан и его брат Гасанхан блестяще организовали оборону и отбили атаку противника В октябре же 1827 года под командованием генерала Паскевича на осаду крепости двинулась уже 12-тысячная армия Таким образом, лишь по прошествии 23-х лет Реванская крепость пала И это случилось только благодаря значительному превосходству царской боевой техники и живой силы Несмотря на взятие Реванской крепости, русская армия не стала ее разрушать Даже после упразднения ханства, образования Армянской области, а затем Реванской губернии, крепость оставалась сердцем города Только после того, как на азербайджанских землях в ноябре 1920 года была образована Армянская ССР Началось тотальное разрушение крепости и других памятников Интересно, что свои акты вандализма армянские националисты искусственно прикрывают Россией Все возведенное на руинах азербайджанских памятников они называют российскими наименованиями Это стало очевидным на церемонии открытия площади России в Ереване в 2008 году Символично, что здесь совсем рядом когда-то находилась Ереванская крепость История которой отобразает всю широту армяно-российских отношений Ведь эта крепость, на которой русское знамя впервые возвелось 1 октября 1827 года И где стоял русский гарнизон генерала Паскевича Являлось также и местом, где впервые была поставлена бессмертная комедия Грибайдова «Горе от ума» в присутствии автора Как видим, Саркистян признает, что площадь России построена на месте Ереванской крепости Но при этом пытается представить азербайджанскую крепость как памятник армяно-российским отношениям Саркистян рассказывает президенту России Дмитрию Медведеву о доме, в котором была показана единственная при жизни Грибайдова постановка «Горе от ума» Но обратите внимание, при этом он опять же скрывает, что речь идет о роскошном дворце Ереванского хана Сегодня этот дворец стер с лица земли Его не сохранили даже как дань памяти покровителю армян Грибайдову Армяне пытаются приармянить Ереванскую крепость Но нонсенс в том, что крепости нет Она уничтожена самими же армянами Почему же они до основания разрушили этот памятник, если он действительно относился к их истории? Ответ прост Ереванская крепость, дворец Сардара, были намеренно стерты с лица земли Только лишь потому, что их архитектура ясно отображала элементы азербайджанского средневекового зодчества И их невозможно было представлять как армянские Они мешали армянам лгать и переписывать историю подаренного им города Ереванская крепость была бьющимся сердцем Еревана И армяне вырезали это сердце Сегодня Ереван – это азербайджанский город Ереван С зияющей кровавой раной вместо сердца Ереванская крепость, которая несколько столетий выдерживала натиски врагов И никем из них не была уничтожена Стала жертвой немыслимого вандализма армянских националистов уже в советское время Нам дорог ее величественный облик, сохранившийся на полотне Рубо Нам дорога ее история, потому что она наша История и память об исконно азербайджанских землях В этом году Ереванской крепости исполнилось бы 500 лет Память о ней стучит в наших сердцах Рубан субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok